МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем рад и приветствовать открытий нашего нового гулиалого футбольного школа Добыня. Это наш, получается, четвертый большой гулиал. У нас уже год функционирует филиал в СУДДАЛЕ, филиал в ДВАЛЕКО, в котором занимаются в СУДЕ, в этом филиале занимается примерно 150 человек. И мы рады, что наконец-то мы открыли филиал в центральной части Владимир. Добрый. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Кто-то хочет, чтобы ребенок стал футболистом, кто-то хочет, чтобы он развивался в социуме, да, то есть и в эдитее развивался. Кто-то хочет его нагрузить так, чтобы не было возможности вечером ходить по дворам или еще что-то. Все это правильно не делается, но самое главное, чтобы дети делали то, что им нравится. То есть вот это, наверное, самое главное. То есть если нравится им ходить в футбол, пусть ребенок ходит и занимается этим. То есть мы со своей командой делаем все, что от нас зависит, чтобы ребенок с удовольствием приходил на эти тренировки, чтобы было интересно, чтобы голос прогрессировал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сегодня 25 января 2020 год, день студенты сегодня, и мы в этот праздник, для меня вообще более праздник, потому что я еще студент. Мы открыли филиал в Добром, наконец-таки, открыли в 20-й школе. 20-й школу, начнем с того, что это моя родная школа, в которой я провел 11 лет, от звонка до звонка, так сказать. Для меня было такой честью, что ли, поучаствовать во всем этом, и для меня это очень знаменательно. Пришли ребята, которых я даже знаю, то есть, несмотря на то, что я закончил школу 3,5 года назад, все равно какие-то лица, я помню, знакомые, меня узнают, и это очень трогательно, это очень классно, это очень круто. Моими подопечными сегодня были младшая группа от 4 до 6 лет. Есть ребята хорошие, есть ребята даже с футбольной школой какой-то. Мы пообщались, естественно, со всеми, узнали, у кого какие этапы становления футболистом. У кого-то они нулевые, у кого-то, правда, уже есть школы, и по тем упражнениям, которые мы давали, это было видно. Футбол, конечно, там был аврал, там даже чья-то мама забила голову. Я, естественно, засчитал, я же самый честный судья. Вот. Было круто, было весело, по крайней мере, у меня остались только теплые какие-то воспоминания об этом дне. Я надеюсь, что и детям, и родителям так же все понравилось. Они будут приходить заниматься, они будут доверять нам своих детей, доверять нам футбольное будущее своих детей. Какой футбольный клуб базируется в Санкт-Петербурге? По расписанию у нас во вторник будет заниматься только младшая группа с 6 до 7 часов. А в среду средняя старшая, если я не ошибаюсь, так же с 6 и 2 часа, естественно, до 8. И в пятницу все три группы будут с 6 до 9 заниматься. Все удобно, я думаю, для всех, и родителям после работы отводить детей удобно. Но в любом случае, если есть какие-то вопросы, у нас есть наш любимый, замечательный директор, Меркушев Станислав Олегович. Пожалуйста, пишите ему, он на все вопросы ответит, со всеми поговорит, всем уделит время. И всем вопросом решится. Меркушев Станислав Олегович 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 Приходите к нам на тренировки, родители, дети. Мы всех ждем, всех готовы тренировать, всех готовы брать и заниматься. Мы вас ждем. Приходите.